Абрам Малинкольнов появляется на этой сцене под ваши аплодисменты, друзья! А я пью коктейль в Адхеримову. Чего я вам советую? Здравствуйте, друзья. Прошу учесть, что я выступаю с члением стихов впервые, с временем раннего детства. Вот, это первое. И второе. У меня никогда не выходят серьезные стихи. Вы сами понимаете. Так, начинаем. Первый стих называется «Дивершан». Первый стих называется «Дивершанге». В переводе с немецкого «Оборотный змея». В переводе с львов. Я помню это чудное мгновение. Едва в пижам, чуть дверь не сняв с петель. Вся истекая соком вожделенья, ты штопором вошла в мою постель. Сплелась со мной, как с лест... Комстополем лиана. Но мне-то что? Я к этому привык. И мне давно уж не казался странным. Змеиный твой, раздвойный язык. Куда-то одеяло убежало. А следом улетела простыня. И ты в меня свое вонзила, жала. А я в ответ мое вонзил, ребят. Опять все вышло так, как ты хотела. И я опять, о Господи, прости, ласкал в кольцо свернувшееся тело. А ты тихонько грелась на груди. Следующий стиль... Аплодисменты, как ты. В дорогом шикарном ресторане. Как всегда, сижу совсем один. Мини-айсберг, что в моем стакане. Мне теперь последний вид. Будьте сердце злая Дина Эдаш бьется о стаканное стекло. Ледоход прошел, но только лето почему-то так и не пришло. Следующий стиль называется Настя. А когда я ночью во сне орал Настя и мотал башкой по подушке снежной, ты всегда брала меня за запястье и к своей груди прижимала нежно. Ну а утром, как обычно, кофе из тех белых, прям невинных чашек. Только мне все мумп, плывал морфий, несмотря на хруст крахмальных рубашек. А однажды ты куда-то пропала. Все исчезло. И вещи твои, и запах с ними. И я понял вдруг, как тебя убивало, что ночами я кричал, не твое имя. Следующий стиль называется Адинастическая. Это моё любимое. Не знаю, как вам. Его предваряет латинский эпидем. Оскоритум, помни аниму, 300 эс. Ну, может быть, кто-то не знает, там, один же у человека известное изучение, которое переводится как «После соития всех, как два отмечания». Чередуя случайных соитий, наполняя своё бытование, за отсутствием прочих событий, через них восходило я к познанию. Но познавшему души и лица, шорох сена, и скрипы кровати, и дрожание невинных ресниц, и тайный умысел нежных объятий, никогда, ни в конце, ни в начале, мне неведомо было блаженство. Я всегда оставался в печали, ибо жаждал во всём совершенства. Спасибо. Молодцы, стихотворение, учитель. Учитель вернулся от ростовщиков. Пчело омрачала тень. Он мог впереди был, а также с боков. Был ясен, но ветрен день. Я вижу, учитель, мне мудрость свою. Прошу, укажи мне путь. Ты видишь, я в хорьком раздумье стою. Куда мне теперь свернуть? Неважно, куда ты свернёшь, он изрёк. Но два совета приги. Не сын никогда против ветра, сынок, и не бери взайме. И ещё одно сфотворение. Выбор. Он работал евмахом в Горее. От него давно ушла жена. Вечерами, коротая время, он подолгу глядил у окна. Во дворе вовсю резвились дети. Мужики рубились в домино. Но никто на целом белом свете не разделит хлеб и вино. Ведь однажды, в чёрную субботу, он сказал ей, будто срок руя. Предложили классную работу. Милый, я так рада за тебя. Но поняв через неделю, две, плакала печаль не тая. Милый, это нонсен, на самом деле. Выбирай, работа или я. Что ж, он выбрал. Выбрал, стиснув зубы. Боль души и тело превозмож. И совсем не ангельские трубы вострубили. Вот и всё, сынок. Шли года надежды обретений. И других уж не было потерь. Не было волнений и сомнений. Но всё чаще именно тебе. Перед сном, в котором не обняться, зумал он в зевке для себя губой. Может, надо было отказаться и остаться, блядь, самим собой. Создавление. А, кстати, хочу сказать, что я могу увлечься. Когда будет выходить мое время, вы мне помашите. Хорошо? Громче, громче. Помашите мне, вот так вот. Когда вы помашите, а стихи громче. А, стихи громче. Хорошо, Анна. Так. Стих называется «Жребень». На кону стояла жизнь. Помню, как один беззубый дал мне кости. На, держи. Бросил. Слышу. Хого грубый. Две шестёрки. И внутри сразу всё похолодело. А беззубый. Ты смотри, не свезло. Такое дело. И другие прячут взгляд и куда-то смотрят мимо. Эх, вернут бы всё назад. Но судьба неумолима. Предо мной всевластный срок. Хватит уж торчать впереди. Да не бойся же, сынок. Ты не первый, не последний. И в тоннеле, чтобы у нас сил протолкнул, где свет искрился. Я от страха завопил и родился. Птаха Божья засвистела утром рано. В три часа. Да так буйка, да так смело, да на разные голоса. Через час уже достала. Не осталось больше сил. Выполз из-под одеяла. И к отечению приступил. Есть ружьё и дрон в патронах. Ей равно. На ветке, на лёд. Птахи супротив, колонна. В общем, больше не поёт. И спокойно сплю тебе перья. Иногда лишь сам не свой. Вдруг проснусь, а перья, перья, плавно кружок на небе. Письмо о женщине. Когда ты выйдешь замуж за еврея или за тюрка в синем тюрбане, то ни о чём, конечно, не жалея, хоть иногда да вспомни обо мне. Когда ты станешь тюрком или евреем, все тайны близости интимные постигают. Позволь мне просто быть твоим шарпеем в соседней комнате на коврике вздыхать. А если вдруг волна тебя накроет и тюрк с евреем, канут никуда, взгляни на небо. Уж поверь, стой, там я свечу тебе. На ветке двое звезда. А вот ремикс из очень интересного, одного из лучших стихотворений по русской поэзии. Называется «Я вас любил». Я вас любил. И вы, конечно, тоже могли любить меня лишь одного, когда бы не были на двадцать лет моложе и не желали сразу и всего. Я вашей красоты был верный стражник во дне ночной, да и в сиянии дня. Но было горько от того, что мой бумажник вы гладили нежнее, чем меня. И не забыть ни ныне мне, ни пресно тех горьких слов, мол, разошлись пути. Я содержал вас щедро, бескорыстно. И дай вам Бог такого же найти. Стихотворение называется «Африка». Еще не пора мне? Африка. И может быть, в долине Селенгете от черной женщины, горячей и сухой, в один из дней мои родятся дети, чтоб жизнь пройти с копьем, а не с сахой. Ведь я намерен скоро, очень скоро, не знаю, правда, ночью или днем, упасть с небес на кратерном гором гора, как на Ганайзер золотым дождем. И будут жить молодые масари по антилопам свои сверяя бед, лишь иногда от страха зависая, когда приснятся ночь, тайга и снег. Скажите, может, звук там немножко подрегулируется, потому что мы низы очень сильно забиваем. Делаем им звуки, надо просто читать громче. Нет, почему? Гори сделать нам меньше. Высоких добавить. Высоких добавить. Высоких добавить. Чуть-чуть. Снеченький графон, потешить. Так, вы. И последние два с половиной сухой колени, два побольше, одно совсем короткое. Похмели. Вот чашка кофе, рядом два кусочка сахара, печеной. Домой вчера до полки едва. Земле спасибо за вращение. Нет, кофе нет. Вообще, зачем его свалить? Не понимаю. Как говорил Станислав Лен, Убейся нам, уж лучше чая. Нет, лучше снова полежать, застывшим, словно мамотой в едине. И безвлечательно созерцать нюансы света на картине. Рот приоткрыт, и слуха в нем. И мысли все наискость мимо. И лишь душа горит огнем, духовной жаждой томима. Икары. Расправив крылья, как орлы, взлетаем мы к небесным галям, прочь от земной панелой гулы, туда, где места нет печали, и там, в безбрежности паря, дерзнем мечтать о сокровенном, о том, что лишь любовь не зря, что лишь она спасение тленным, что и больше счастья нет вдвоем, вдруг бац, а землю прямо мордой. Тогда лишь только узнаем, какой она бывает твердой. Ну и разбив тепло свое, мы будем вновь, собравшись с духом, взлетать и падать на нее, пока она не станет пухом. Камень, брошенный во врага, не зря лежал на земле, не зря стоят на лугах стога и светят фонарь во мгле, и птицы весной спешат домой, не зря есть последних сил, и азбуку Брайля учат слепой, а я, для чего я жил. АПЛОДИСМЕНТЫ